у нас есть убежище внизу она заходит обратно в дом я тоже это слышу вот это вот так выглядит он побежал он убежал какое-то существо собаки даже просто не реагируют никак они даже не лают зачем вот тебе сюда скажи пожалуйста привет я не magic со мной тут мои собаки миша юми софи и сегодня у нас будет супер мега эпик magic мега эпик супер эпик видео я знаю что всем вам очень понравилось прошлое наше видео на море где собаки впервые в жизни все вместе купались так что ставьте лайк если хотите еще пляжных флогов и морских видео и если соберем много лайков то обязательно снимем продолжение и можете в комментариях писать идеи каких-нибудь водных челленджей для песиков да я читаю ваши комментарии пишите их как можно больше потому что они еще и видео могут попасть удобно тебе и в мечу я не только здесь на ютубе ваши комментарии читаю но еще и в telegram канале в нашем мы с вами общаемся на разные темы и многие там писали чтобы я показала квартиру которую мы снимаем как мы тут устроились типа это трехкомнатная квартира вот эта комната это гостиная ну в общем собакам тут место хватает да вот как раз едет наш еще один сожитель двигает мишу немножко наш пылесосик а мы сейчас покажем вам room tour room это комната house tour house tour это когда дом а почему нет квартира тур это наша гостиная диван для собачьей шерсти пустые полки да рай минималисты декор своими руками кроме как собрать камни на море до большего я не додумалась кресло для собачьей шерсти какой-то супер-пупер мега стол который раскладывается вот каким-то вот таким вот магическим способом раз и превращается из журнального в рабочий а это детская версия софи ты хочешь управлять им да он думаешь без тебя не справиться мои постоянные подписчики знают что где бы я ни жила в москве в деревне или где-то еще у меня обязательно с собой будет робот потому что я убираться вообще не люблю ставьте лайк если вы тоже собаки как бы тем более а вот чистоту я люблю конкретно этот пылесос дороборок q7 макс плюс вы меня знаете я всегда про свои пылесосы рассказываю вам какую-нибудь классную фишку или полезную инфу если вдруг вы решите купить так вот что здесь самое крутое для меня вот сейчас мы только что стали свидетелями этого я думаю возможно вы еще ни у одного пылесоса такого не видели это вот такая вот док станция чё она делает она чистит пылесос автоматически вот тут вот у нее мешок для пыли два с половиной литра объясняю в чем прикол обычно контейнер который вот здесь вот находится у пылесоса нужно чистить руками после каждой уборки а тут получается почти семь недель можно вообще не париться и не выпряхивать пыль после каждой уборки реально если у тебя куча других дел то это капец как экономит время то есть один раз в полтора два месяца ты берешь вот этот мешочек с мусором и выбрасываешь его да софи он разговаривает в общем еще самая жесткая проблема которая у нас возникла это летняя жара и вы спросите а при чем тут вообще пылесос собаки очень сильно линяют чеши не чеши их каждый день шерсти все равно много и вот про бароке так все правильно сделано типа этой резиновой щетки что он очень классно убирает всю пыль грязь а главное волосы и шерсть даже с ковров у него очень высокая мощность всасывания аж 4200 паскаль как умно сказал это короче он высасывает всю пыль из ковров и даже трещинок на полу у него такая система фильтрации что он просто на 99 процентов чистить всю мельчайшую пыль что полезно не просто для людей например для пожилых для детей для аллергиков это кстати наш коридор огромный шкаф для одежды и двери 1 2 3 4 5 и вот сюда в эту ходу дверь собаки постоянно заходит прогулки смотрите сколько тут грязи и вот он это все сейчас очень тщательно уберет и самое крутое то что он еще и и сразу моет да у него довольно большой контейнер для воды и классно что он делает как бы оба вида уборки кстати фильтр вот этот внутри можно стирать это очень удобно я кстати в его приложение сделала 3d mapping то есть карту всей вообще квартиры там все очень понятно и видно если у вас дома и несколько этажей можно прям по этажам все смотреть и тут же можно очень много всего регулировать 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 то есть не касаясь пылесоса все делать с телефона не там вот таскать из комнаты в комнату или следить за ним или постоянно дома быть чтобы уборку контролировать то есть я могу прямо сейчас вот например отправить его на док-станцию и где бы я не находилась я могу на улицу выйти могу уехать в другое вообще место из дома и управлять кто не согласится что это реально капец как удобно кто кто никто и вот тут я настраиваю зону уборки для каждой комнаты можно добавить мебель всякие напольные материалы напольные материалы ну типа если у меня тут вот например в этой маленькой комнате коврик короче где-то у вас там есть ковер то он будет включать другой режим для уборки этого места кухня с таким количеством шкафов для хранения либо для людей которые любят очень 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 много посуды либо для тех кто запасается гречечкой на всякий случай достопримечательность данной кухни это кондиционер в виде картины кухня у меня вот настроена влажная и более мощная уборка все-таки там все кушают и вечно крошки и всякая грязь на полу особенно у нас а еще мне очень нравится вот эта штука можно ставить запретные зоны и невидимые стены magic невидимые стены ну то есть для вас они видимые в приложении а для робота они невидимые но туда не едет это волшебство то есть ему туда как бы нельзя ехать и там не надо убираться у меня это студия это моя прекрасная студия тут как всегда порядок здесь еще одно место отдыха для собак телевизор который никто не смотрит судя по тому что он не включен розетку и конечно же прекрасный декор там много проводов лежит и вообще там небезопасно ездить у кого-то например есть детская где там всякие мелкие игрушки валяются на полу и все такое можно конечно решать куда вам там отправить робота самому чтобы он убирался по карте но мне вот нравится что можно просто досконально до самых мелочей спланировать уборку свою если вы прям сильно заморачиваетесь как я и расписание уборки например сразу делать типа убираться ночью когда все спят или наоборот утром у меня настроен например когда он быстренько все поездил все поубирал кстати например вот в гостиной там все бывают реже всего и тут он убирается попроще а в ванной комнате он прям более тщательно моет ванная в королевском стиле кстати тут в этой квартире везде пороги и он спокойно их переезжает все-таки это умный робот у него там куча датчиков всяких поэтому он не падает со ступенек если у вас дома лестница не застревает в углах и в стены не врезается и в мебель и в ребенка вашего тоже не въедет не переживайте он даже в собак не въезжает поэтому они его не боятся ну и он достаточно тихий нет ощущения что самолет взлетает в квартире когда вы пылесос включаете да и включать вам его особо самостоятельно не надо есть только что-то срочно не случилось там пролили что-то там мусорили и вот отправили его он поубирал за вами ваши проделки а так он сам свою уборку начинает заканчивает сам заряжает когда ему надо поехать на зарядку сам заряжается сам снова начинает в общем это очень самостоятельный робот у нас знаете ли доверительные отношения я к нему не лезу он ко мне тоже делает свое дело без нас а мы с ребятами своими делами занимаемся кто захотел себе такого же крутого помощника по дому добро пожаловать в описании я оставлю там ссылку для таких же ленивцев как я кто очень не любит убираться да и для таких ленивцев как вы 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 тем более не любите убираться но пока у нас тут уборка мы продолжаем наши супер мега magic эпик видео мы с ребятами на месте кто смотрел нашу эпичную прогулку в лесу тот знает что мы тут обнаружили таинственный домик на дереве это гора наших вещей и как вы думаете для чего они нам сейчас 1820 через час где-то случится заказ да в сочи заказ случае рано и мы сегодня с пушистиками собираемся провести ночь в заброшенном домике на дереве что мы с собой взяли для начала средства от комаров дымш очень кусаются собаки у меня обработаны от блох клещей и всяких паразитов в этой сумочке у нас ножичек говорят тут обитают волки койоты и еноты и медведи конечно же ножичек мне поможет учитывая что я очень люблю животных и ни с кем ничего делать не смогу мы не умрем фонарик светящиеся ошейники для всех собак это синенький голубенький цвет эйвана любимый был кто помнит эйвана лайком и я очень по нему скучаю розовенькие софишки зеленые мишки но включать не буду пока что и желтенький юмичу когда сказала что включать не буду в итоге включила в темноте будет прям очень хорошо видно я надеюсь учитывая что мы находимся в глухом лесу на огромной высоте на скале и пешком до ближайшего населенного пункта с таким количеством вещей просто не дойдешь наверное добежишь с кирпичами в штанах какая старая шутка да она кого вы лаете мы не умрем говорят можно развести костер а защищаясь от диких животных что происходит там вроде никого нет мы не умрем в общем костер мы оставим для челленджа 24 часа в палатке там нам придется много кушать если вы наберете очень много лайков придем 24 часа в палатке в лесу если не умрем мы не умрем да детки еще один мини ножичек запасной на медведя конечно же пакетики для пони или чего и зажигалка на всякий случай аптечки для собак если с ними что-то случится стандартно и для людей если мне оторвет ногу и так далее и запасные поводочки поилка и вкусняшки для собак интересно чему я собиралась вас дрессировать в домике на дереве в лесу ночью пауэрбанк на случай если нет я не собралась вести бьютик блок в лесу и у нас будет свет на всякий случай я надеюсь а кто там по сумкам лазит а запасы корма для детей миска им для воды три миски для еды также у меня с собой конечно же просто вода и вот такая вот тепло сумка в которой сохраняется холод и тепло не знаю зачем огурцы и яблоко и и кружка тоже там софи ничего тебя не смущает софи интересно вы вообще понимаете что мы будем делать сегодня или вас беспокоит только что поесть а говорят в лес нужно брать с собой головной убор конечно же дело не в жаре аня да а зачем тогда головной убор чтобы птица тебе на голову не наскакала или приватвориться грибочком может быть если вдруг медведь придет софи тебе удобно прямо на земле самая заботливая мать на свете сидите тут и никуда не убегайте пока мать будет обустраивать дом понятно лежанку две подушки нам взяла на чем нам сидеть себе толстовку непромокаемую куртку пледик вот эту вот штуку мы постелим на верх это то чем мы накроем наш дом потому что вдруг пойдет дождь тогда мы сможем спрятаться вот сюда вниз до темноты нам нужно исследовать дом кстати а вот этот смайлик в прошлый раз был кто смотрел прошлое видео напомните мне потому что вот тот я помню а вот этот я не помню тут сломана лестница и забираться наверх достаточно тяжело поэтому я купила гвозди взяла молоток на всякий случай вот эту штуку резать нож резать пленку зачем-то я взяла плоскогубцы и отвертку не думаю что медведь испугается молотка и отвертки но зато мы будем не на земле мы не умрем прекрасно аня молоток и гвозди тебе обязательно пригодятся если тебе нечего прибивать тогда сначала нужно накрыть дом пока я буду накрывать дом вы можете ребята убрать мусор узкая но длинная мне нужно распилить ее напополам нож тупой и ничего не режет прекрасно аня боже проще руками рвать мука что это было мы не умрем там десять метров я разрезала наверно только метр смотрите какой у меня плащ это просто платье очень длинная что происходит боже мой magic ищет приключения на свою с рукожопных дел мастер нет чтобы взять ножницы нет чтобы купить другую пленку нет чтобы попросить ее разрезать сразу нет зачем я буду пилить ее сейчас всю ночь режем пленку тупым ножом 24 часа с анимежек напополам magic осталось только чайным пакетиком море коричневым сделать я кстати забыла вам дождевики взять на всякий случай если у нас получится накрыть дом а вы в штабике у нас еще остался достаточно большой кусок пленки которым я думаю мы закроем как раз вот эту вот заднюю часть пока камера может снимать будем аккумулятор света экономить закат уже закончился я собрала весь мусор оставленный тут вокруг костра человека подобными существами еще в прошлый раз я заметила тут бутылку и это же нужно вывести отсюда а может быть оставить для чего-то для какого-нибудь конструкции или ого фокус где ты а под бутылкой кое-что какая-то коряга а под корягой куча камешков ребята я тут кое-что обнаружила ладно давайте это возьмем наверх и разберемся с этим там мне кажется это как-то связано с надписями если помните софи и так уже нормально в нашем я придумала лучший способ складывать вещи наверх можно их просто закидывать молоток наверно не стоит так бросать да это наши вешалки ветки вешалки в общем если что у нас есть убежище внизу а кто-то уже спит а еще мне надо придумать как закинуть туда вас не думаю что способ с вещами который я использовала подойдет собакам если миша залезет залазь отлично молодец сафиш ты у нас попрыгунь давай залазь 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 молодец ими просто не понимает там три стены из пленки а одна нет но как сюда попасть иди сюда а выйти выйти попробуешь надо просто выйти пошли здесь пойдем пойдем она заходит обратно в дом она заходит обратно в дом попытка номер три юмичу иди сюда я уже думала она сейчас опять в дом зайдет это свобода да юми покемон это у нас самая попрыгучая и реально можно было бы закинуть залазь залазь давай давай а кто тут такой сладкий уже уселся ой что ее выгнали да покемон тебя выгнали или ты с ними не дружишь бою боюшки бою не ложись на краю а то серенький волчок нет я не буду это петь мы не умрем вход в дом у нас тут поэтому обувь оставляем на входе а то и так уже наследили тут да ну что ребятки сейчас мы будем ужинать да сразу все проснулись уж простите какой был в сочинском магазине я с вами поделюсь потерпите пожалуйста потерпите Софи Софи все съела быстрее всех а у меня Софи нет я хочу показать я хочу показать это не тебе это мне это мне это мне курочка с пюрешкой и овощами Миша вообще не ест потому что она ждет теперь что я дам что-нибудь другое ну да зачем нам корм когда есть огурец хотя я и так все съела а звуки то начинаются уже лесные и ночные какие то стрекочут чуваки ты королева да ты залезла на кровать с едой и и и и вообще попроси я сейчас поняла одну стрёмную вещь когда мы снимаем и горит свет в глазах белая но вокруг вообще черным черной и вообще ничего не видно вы так и будете у меня над душой стоять Миша до сих пор он огурец съест а вы я тоже это слышу стрёмно мы не умрем было бы классно если бы вы были большими и злыми сейчас мне было бы классно если сейчас выключить наш свет то вы поймете как темно ничего не видно поделиться с ними курочкой оставшейся своей покемон сейчас просто ее проглотит это Миша это Миша Миша Нюминет на Миша как всегда она как я ест у нее все изо рта валится она сменяет что удивительно что у меня еще футболка чистая оказывается сегодня не просто полнолуние а суперлуние я знаете что только что поняла что если я захочу в туалет то нам придется спускаться вниз а если собаки захотят если что у нас есть фонарик и молоток если нас кто-то нападет и начнет трясти дом мы скинем лестницу и будем кидаться тяжелыми предметами сверху тяжелых предметов у нас не так много мы не умрем о у нас есть камешки простите ребят я вас на секундочку леплю я хочу проверить как работает наш фонарик у меня на фонарике есть луч а можно его вот так вот расширять все стремнее становится там кто-то воет а там кто-то ходит за деревом ладно давайте посмотрим что мы за камни там надыбали вдруг это правда как-то связано с теми надписями ну хоть какое-то веселье мы ведь находимся не просто ночью в каком-то там лесу рядом с домом в парке в каком-нибудь у меня нет ничего в руке мы находимся реально на горе в настоящем прям вот лесу и где же обитают дикие животные это реально время для страшных историй может быть правда кто-то подростки или кто-нибудь использовал этот дом для того чтобы здесь собираться и рассказывать жуткие истории на ночь или вызывать духов судя по тому что тут было написано завиде сос и вот это все и эти камушки припрятали тоже для какой-то цели мы не умрем какой-то камешек вот такой какой-то вот такой отлично Аня ну можно их по размеру определить может быть по размеру их нужно складывать здесь есть совсем маленькие камушки маленьких камушков вот столько средних камушках вот столько большие вот сток В это время все обычно уже спят, да? Посмотрите, как Юми качается Может быть, самый большой камень, это главный камень А дальше что? Юми уже засыпается, а Фит тоже, походу Миша, нам с тобой разбираться, да? Это, видимо, какой-то центральный камень, и на нем как будто шесть сторон, или что-то такое А этих камней у нас раз, два, три, четыре, пять О, их шесть, отлично Наверное, это как-то так Я такая головоломщица просто вообще Да блин Я разложила вот так вот камни, я подумала, что это как-то так должно быть Я ни черта в этом не понимаю, я вообще не понимаю, что это за камни Я знаю только, что вот это анок А вот это вот, ну, в общем, мы поняли А вот эти вот, вот это все я вообще не понимаю, что это такое Предположим, что они тоже, типа, как-то так лежат О, кстати, они немножко похожи по форме Да? Нет? Мне кажется Я еще вот этот значок знаю, мне кажется, это черепушка какая-то В общем, если хотите, заскриньте это Вот это вот так выглядит, и еще один лишний камушек Я его положила вот сюда И попробуйте в этом разобраться, я лично в этом разобраться вообще не могу Я не понимаю, что это значит Это, наверное, рубль Ай, покемон, по-моему, спит Что-то становится прохладно, ребят Только что мы слышали звук какого-то визжащего существа Мне кажется, это был койот какой-нибудь или волк Я не знаю, но это пипец Кто-то идет Вы слышали это? Это был шум просто Как будто кто-то пробирается сквозь деревья, раздирает Собаки чуть рычат Собаки залаяли Он побежал, он убежал Я видела там кого-то Только что в темноте я видела какое-то существо, которое бежало там по лесу И фонарик его не захватил И я, мне кажется, не успела его заснять Но это было очень стрёмно Мы не умрем! Вот это вой! Собаки даже просто не реагируют никак Они даже не лают Что это было? Кто это орал там, а? Мы не умрем! Мне было бы очень стрёмно внизу сидеть Потому что там внизу все время что-то происходит Я понимаю, почему люди начали делать дома на деревьях И жить на деревьях Потому что это беде страшно Ага, там опять что-то происходит Я сижу все время с фонариком вот так вот вожу просто во все стороны Да? Слышишь, Софиш? Начиналось все с того, что мы на каждом шорохе Такие, ааа! Теперь мы на каждом шорохе Такие, что это? В третий раз на шорох мы такие Хватит орать там! Вы тут не одни! Дайте поспать! Юми, Софи смотрят туда, где эти звуки происходят А Миша такая, типа Это я Мишу изображаю Не-не, не переживайте Кто-то по веткам продает Это просто налет огромных гигантских монстров Просто капец Он просто гигантский Иди, пожалуйста Вот лети куда ты летел Давай Давай О, Господи, какой он огромный Сопротивляется, блин Не хочет уходить из нашего домика О, отлично Я его поймала Супаки сразу проснулись Такие, что произошло вообще? Я не знаю, рассказывала ли я вам Когда-нибудь Может быть на канале Анимэджик На который я хотела бы вернуться Такую страшную историю Которую рассказывала мне Когда-то очень Ты посмотрите на него Он вернулся Он прям над нами Зачем вот тебе сюда? Скажи, пожалуйста Зачем? Объясни Вот зачем? Идти куда ты и шел Домой К жене К детям В общем, страшная история Из моего детства В одном поселке Была такая дорога По которой Всем говорили Не ездить Может быть, я не совсем так Эту историю рассказываю На самом деле все было по-другому На эту дорогу Выходил призрак маленькой девочки И этот призрак маленькой девочки Вставал на дороге И когда люди, водители его видели Они слетали в канаву Она вот таким образом их убивала Потому что ее когда-то сбила машина Она была маленькая В беленьком платьице босиком Мне достаточно было этого в детстве услышать Чтобы потом очень сильно бояться А еще одна история была про домового Бабушка утверждала, что она видела Как домовой качал меня на руках А было это так Она ночью проснулась И услышала, как я смеюсь Такая Анечка маленькая Она пошла в ту комнату И увидела, как огромный Гигантский домовой Очень большого размера Два метра ростом Качает меня Точнее, я качаюсь в воздухе Но она поняла, что это домовой Потому что она видела, как он Клюшкой по телевизору Когда стучал Этот же чувак Но мне лично было страшно Очень в детстве Слушать эти истории Извините Звук тоже разрядился У нас остался свет И айфон АСМРчик Ночной Едим по ночам Че? Че еще остается делать Если мы сидим на дереве, да? Пишите в свои Комментарии Я надеюсь, нас не сажрут сейчас Комментарии